С нами у нас сегодня специальный гость, Нину Азорны Бурджанадзе, лидер партии «Демократическое движение», которая на протяжении многих лет была спикером парламента Грузии. Вот на днях ваша президент Зарубишвили сделала, тем не менее, удивительное заявление, которое вы нам, наверное, поможете расшифровать. Вот послушайте, что она сказала. Грузия не устала в плане достижения членства в ЕС и в НАТО. Мы одновременно и реалистичны, и амбициозны. Страна продолжает необходимые для этого реформы. ЕС и НАТО сталкиваются с новыми вызовами, и мы должны это учитывать. Но это не означает, что мы замедлим темпы евроинтеграции. Мы вступили на этот путь, и нас не могут остановить ни осуществляющие агрессивную политику России, ни организации, членом которых мы и претендуем стать. Каким образом Грузия хочет стать членом НАТО, если НАТО не хочет Грузию в числе своих членов? Против воли самого Альянса, получается. Ну, вы знаете, расшифровывать иногда тексты политиков немножко сложновато. Это, по-моему, тот случай. Единственное, я начну с того, о чем вы говорили. Я с вами абсолютно согласна, что действительно 25 лет тому назад у мира появился совершенно уникальный шанс изменить мир к лучшему. И я помню этот новый мировой порядок, который я, например, свято верила тогда. Общеевропейский дом. Общеевропейский дом, что это возможно, что возможно, чтобы навсегда закончилось и ушло в прошлое холодная война. Но, к сожалению, этого всего не случилось, и мир на самом деле перешел на много более жесткое противостояние, чем даже это, может быть, было во время холодной войны. И, безусловно, здесь определенная серьезная доля расширения НАТО, безусловно, присутствует. Но, вы знаете, что бы ни говорил Ельцин, что бы ни говорил, говорилось там 10-15 лет тому назад, времена меняются. И в любом случае, в любом случае, сейчас, опять же, говорить о расширении НАТО, я буду говорить относительно Грузии, например, хотя могу сказать и про Украину. Это нагнетание обстановки, это абсолютно понятно, что ничего хорошего это не принесет ни в американско-российских отношениях, ни в отношениях России и Европы, и в общем целом для региона. Да, в свое время по-разному относились к членству НАТО, и в том числе в 2008 году, когда совершенно была другая реальность. Но с 2008 года моя позиция личная по отношению к членству Грузии в НАТО радикально изменилась. И изменилась именно исходя из той реалии, которую вы только что отметили. 2008 год, когда действительно, к сожалению, совершенно безумными действиями Саакашвили мы не смогли избежать войну, которая была трагическим между грузинским и осетинским народом, между Грузией и Россией. Но сейчас действительно нужно сделать все возможное для того, чтобы как-то убрать с наших отношений вот эти трагические последствия войны. Это сложно, но я уверена, что это можно сделать. А сейчас говорить о членстве Грузии в НАТО со стороны грузинских политиков, это в лучшем случае близорукость с их стороны, а в худшем случае просто игнорирование грузинских интересов. Потому что говорить назло России, что Грузия вступит в НАТО, тем более, что нас действительно там никто не ждет, неоднократно, чтобы не говорили натовские чиновники, что Грузия когда-нибудь вступит в НАТО, мы с вами прекрасно понимаем, что этого не будет. Если будет только ценой территориальной целостности Грузии, ценой отказа от возможности объединения моего государства. Я против. Мы переносим сообщение.